Здравствуйте, друзья! Суббота, полдень. Я выехал на юг от Мордвеса. Здесь вот такие вот осины, березы и заброшенные яблоневые сады. В старых березовых полосах встречаются белые грибы, но сейчас очень сухо. Скорее всего, мы ничего не найдем. Вот в осинах попадаются подберезовики жестковатые, типичные вот такие вот крепенькие грибы. Смотрите, какой красавец. Почти что белый. Нет, шучу. Здесь еще где-то было. Еще парочка таких. Ну что ж, будем их собирать. Вот такое у нас добро. Еще один попался. Точнее, не один. Их тут чуть больше. Крепкая нога. Маленький где-то шляп снялась с него. Это какая-то поганочка, сыроежечка. Еще вот такой вот малыш. Закроем это дело. Пойдем искать еще. При внимательном осмотре нашел еще два. Этот поеденный улиточками. Совсем маленький. Ну, не совсем маленький. Шляпка такая уже крепенькая. Снялась. Что ж, все равно гриб от этого хуже не становится. Решил я заехать в одну знакомую березовую полосу с другой стороны. Но дорога привела меня не совсем туда, куда я ожидал. Прямо старый яблоневый сад, который не обрабатывается с советских времен. И здесь мне попался подберезовичек. Обыкновенный. Вот такой вот вполне себе нормальный грибочек. Так что тут тоже есть грибочки. Яблоня. Здесь их много. Это как остатки. Следы более высокоразвитой цивилизации. Но мы здесь не за этим. Мы тут за грибочками. А грибочек вот здесь. Что это такое колючее? Грибочек вот он. Под березовик обыкновенный. Красивый. Даже чистый. Под другой яблоней тоже попался грибочек. Этот все уже размок не возьмем. Это похоже жестковатый. А еще в этих зарослях попался подосиновик. Рядом вот маховик зеленый стоит. Но я их не беру. Зачем брать маховик, когда есть грибы гораздо лучше? Вот он какой красивый. Никогда я еще не забирался в такие дебри с велосипедом. Оказывается, не зря забрался. Тут вот есть под березовички. О, гигантище. Тонконогий, правда. Но тут не один. Еще один такой же. Со съеденными спорами. Так что грибочки есть. Вот одна из старых березовых разделительных полос. За ней яблоневый сад заброшенный. Здесь тоже зарастает. Здесь вот в молодых осинах были подосиновики. Не знаю, есть сейчас чего. А вот и здесь попался подберезовик. Старенький. А это вот березовая полоса. Белых мне здесь сегодня пока не попалось. Встречаются редкие подберезовики. Вот один из них. Такой вот высохший подберезовик обыкновенный. Смотрите, кто спрятался за молодым дубом. Такой здоровый. Вот подберезовик. Крепенький. А здесь на ноге червячок, который ест этот подберезовик. Или только собирается. Здесь еще один попался. Тонконожковый. Глядите, попался-таки один. Такой вот беленький. Подошла моя прогулка к концу. Приехал я в эти замечательные березки за белыми грибами. Но здесь, как видите, очень сухо. Полно валуев. Сыроежек. И белых грибов нет. Зато вот в заброшенных садах попадаются подосиновики и подберезовики. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok